Проблем очень много. Школьник заманил. И тишина. Дядя, ты шо, лайк не поставил или шо? Пургу не гони, поставь лайк, ёпс. Пока мои друзья вечером гуляют, тусуются, отдыхают, я тупо сижу дома и слушаю музыку. Еще я понял, что у меня реально прям лучших, самых лучших друзей нету. Просто нету. Потому что ко мне только два раза один друг пришел и все. Остальные друзья не узнают, что там я, как я, что с ногой. Просто всем насрать. И я это запомнил. Теперь буду знать, кто как ко мне относился, относится. И так же самое я буду. Ну а теперь все. Мне нужно вот этой вот грустной нотки, а то еще заплачете сейчас. Я наконец-то свободен. Я свободен. Да, вы слышали? Я свободен. Знаете, когда не можешь двигаться одной ногой, это то же самое, что ты без яйца. Ну я так считаю. Так вот, теперь я с двумя яйцами. Просто вы не представляете, я могу ходить. Как это офигенно. Я вообще не думал, что я когда-то в жизни попаду в такую ситуацию. Больше радуюсь, чем мама новорожденному ребенку. Брат мне говорил, что если походить так в две недели, то запах будет просто ужасный от ноги. Но довольно-таки неплохой запашок. Я бы не сказал, что прям аж глаза выедает. Сижу и смотрю напротив машина. Она такая смешная. Это просто жесть. Зад как-то поднят. Что-то такое ржавое, простреленное. Будто она с войны. Мне только размотали ногу, и батя сразу же говорит, пиздуй на поле. Ну как обычно, в принципе, я не удивлен. Еду сейчас охранять. А, да, и кстати, я на два дня раньше снял гипс, потому что мне подзвонил батя и сказал, я еду на днях на море на один день. Сможешь раньше снять гипс, чтобы со мной поехать на море. Вот я пошел к врачу, и он мне сказал, да, в принципе, можно. Вот лежу сейчас на поле, охраняю вот это вот все. И возле меня бегает очень много котиков. Мы их сюда вывезли, чтобы они здесь жили, потому что никто не хочет их забирать. А дома и так много животных, поэтому будут они здесь жить. Здесь, в принципе, мышь много. Они здесь тусуются, как дома. Сейчас катаюсь на скутере. Посмотрите, просто как офигенно вечером на поле. Это просто бомба. Здесь такое офигенное небо. Луна и тишина. И тупо зайцы по полю туда-сюда бегают. Там зайцы, здесь зайцы. То мыши какие-то, то крысы. Движение больше, чем в городе. Люблю такие атмосферные места, как этот. Не хватает только песни Коржа, наушников. Это, конечно, звучит как-то, как будто я какой-то конченый. Но это очень круто. Охранять это все, это стоит реально таких эмоций. Завтра, не знаю, буду снимать на море или нет. Потому что там батя, все такое. Может, что-то немножко сниму. Там, где глубоко, очень много медуз. Прям реально офигеть, как много. И они, сука, со всех сторон жалят. Посмотрите, какой я краб. Это просто жесть. У меня все так болит. Больно даже поворачиваться на кровати. И сейчас каждый день вот мажусь мазью. Как же больно. Как будто в дырку спасли пули. Вот так вот взяли палец и вот так вот крутят, крутят. Одна девочка мне в комментариях писала, можно влоги делать подольше. Том, Том, можно делать влоги побольше? А? Да? Что? Можно? Он говорит, что нет. Почему? Потому что просто нечего снимать. Что это такое? Фу. А, это уже кожа злазит. Когда есть что снимать, я снимаю. Но на данный момент вот что у меня в жизни происходит. Тусовки, работа. И постоянно то я себе спалил кожу, то я себе порвал связки. Что дальше, интересно. Смотрите, какой я сегодня пиздатый. А еще я прошел пол улицы, чтобы вам об этом сказать. Потому что у нас в селе на одной улице один фонарь. Ну не на всех, конечно, но на моей улице, как назло, один. И мне, чтобы снять, нужно к нему подойти и что-то сказать. А, все, уже ничего не видно. Иду в очередной раз бухать, потому что дядя завтра попросил мне ему помочь. И это целый день. Меня это очень напрягает. Прям капец как сильно. Потому что я не успеваю и так монтировать, снимать и все такое. А тут еще работа и нет времени. Поэтому иду с горя пить. А вы у меня спрашиваете, что ты бухаешь постоянно? Потому что проблем очень много. А еще в последнее время я постоянно ною. Какого хуя? Все заебись. Школьник заманил сейчас. Что, давайте руку подам. А, помню. Смотрите, какой я мокрый. Помогаю своему дяде, как я вчера говорил, тянуть интернет. Это просто капец. Мы уже провели, я не знаю, сколько километров. Вот так вот тянем, перебрасываем через деревья провод на крючки, на вот такие вот столбы. Ой, а, столб не видно. Ну, в общем, на столбы. Я уже так устал. Приду домой и забухаю. Как обычно, все время пишу в логах, что я бухаю. Хуже, смотрите, все пальцы себе стер. Рука болит ужасно. В форме сердечко. Все ноги подертые. Пацан с войны пришел. Вот что значит, вид, я блогер. Умудряюсь и снимать, и делать. Мы приехали в другое село. Не буду кричать, потому что на меня будут смотреть очень странно. Из-за того, что я разговариваю на русском. Какими-то, типа, такими образами зарабатываю в селе немножко рукцов, чтобы потусоваться. А то сейчас уже впритык. На ютубе не зарабатываю. Хочешь жить? Умей вертеться. Или, как там говорят. Самогон. Слышь, сэк. А, ну, как у вас? У рукам моря дуб зеленый. Затай цепь. А закрой рот. Затай цепь надувятом. И днем и ночью Валентин ученый все ходит по твоей кругу. Вы думаете, что я буду флексить? Нет, они будут. Нет, такого не будет. Я не буду флексить. Нихуя. Тут свой прайс, свои условия. Как бы... Нет, конечно, жопу показал на видео, но там уже не вырежешь видео. Валик, вы с мигом стареете? Зачокер, но... Захожу в клуб, забираю пух. Это не моя подруга, подруга-подруг. Твоя пи... Дай мне хороший УАЗик заряженный. Дай мне два курки. Два мачете. Я, сука, жить буду в Карпатах. Сука, мне и цивилизации не надо. Слазин, мне тоже. Я люблю жить в таких местах, где можно побомжевать. Я не люблю сильно хороший комфорт. Ну как, я люблю, но мне кайфово от того, что я просто в таких местах нахожусь, где нужно выживать. Саня, порядок? Бля, да! Как же я люблю тебя тем по ценам, кто тянет своих добрых бомбей. Хоть и понимаю, что я не... Как же я люблю тебя тем по ценам... Ты сегодня самая позитивная компания? Полукиева. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Билуй меня везде. 18 мне уже. Бирай меня скорей, увози за 100 морей. Билуй меня везде. 18 мне уже. Балик приедет в Черкассу, и вам контакта будет, сука, на месяц съебаться. А теперь обращение к тем, кто очень ждет и любит мои влоги. Как вы заметили, я каждые 4 дня выпускал новые влоги, но сейчас произошла такая ситуация, что вы знаете, что у меня проблемы с камерой. Я сейчас в селе, сложно загружать влоги, нет времени их монтировать, потому что я работаю. И вот на днях мне уже должен прийти шлейф на камеру, и только как он придет, сразу же я думаю, что поеду в Киев, и влоги будут, как обычно, по расписанию. А пока что, не знаю когда, будут выходить влоги, но не по расписанию и не очень часто. Но через 2 недели все восстановится, все будет нормально, и потом буду штамповать влоги, как в Китае штампуют детей. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok